Крысы заполонили территорию частных домов в селе Смирнова в Североказахстанской области. Причиной нашествия грызунов стал элеватор, расположенный в непосредственной близости к домам сельчан. Люди сетуют, что работа этого предприятия также повлияла на качество воздуха и повлекло за собой ряд других проблем. Подробнее в репортаже Даны Килибаевой. Тут два газогрегина, которые заправляются газом. Заходит фура, когда они заправляются, нам на улице невозможно выйти. Ольга Тервоненко такому соседству явно не рада. Говорит, из-за работы элеватора дышать стало невозможно. У сельчан якобы возникли проблемы со здоровьем, а вдобавок еще и расплодились свирепые грызуны. Живем мы здесь с 1986 года. Жили мы здесь прекрасно. Здесь все хорошо было и дорога здесь хорошая была. А теперь все как в аду живем. Потому что здесь грязь, болото, постоянно эти камазы. Невозможно здесь не дышать. Они постоянно с солярой этой воняют. Вопрос экологии не единственная проблема, которая связана с нежелательным соседством. Ежедневно проезжающие большегрузные машины поднимают пыль, лишают покоя и разбивают дорогу. Полова летит, дышать невозможно. Ни днем, ни ночью белье не вывешаешь, ничего не сделаешь. Весной вода сходит, земля на огороде красного цвета. Видать, химикаты какие-то травят зерно. Вот это все всплывает. Посмотрите, вот они стоят сейчас в вагон. Представляете, да? Это у нас ночь. Погрузка идет. Днем тоже погрузка идет. Это все идет пыль, это на нас. Посмотрите, санитарно-защитная зона должна быть не менее 300 метров. А где эта санитарно-защитная зона? Местные власти о проблеме знают. Но по словам главы администрации сельского огруга, закрытие такого крупного объекта негативно скажется на экономике всего района. Год назад, после разговора с директором элеватора, работа в вечернее время была приостановлена. Теперь постараемся добиться, чтобы отменили ночную смену. Закрыть совсем элеватор мы не можем, потому что люди останутся без работы. Сейчас в окрестностях поселка Смирнова работают три элеватора. Еще один усилие местных жителей был закрыт в 2019 году. Дана Килибаева, Диана Ейсым, телеканал Алматы, Северо-Казахстанская область.